Если тебе будет сложно о чём-то говорить, если тебе будет страшно, ты имеешь право замолчать или отказаться от разговора со мной. Стены в пастельных тонах, светлая мебель, книги, игрушки. Все эти условия созданы, чтобы несовершеннолетний чувствовал себя непринуждённой в безопасности. Благодаря чему подросток рассказывает психологу откровенно и достоверно о том, что ему пришлось пережить. А следователи могут получить более полную картину событий преступления. Наблюдая за происходящим из соседней комнаты, всё, что делает и говорит ребёнок, транслируется на монитор. Если нужно, подробнее остановиться на каком-то моменте, есть связь с психологом. Заходить в комнату кому бы то ни было запрещено. Это золотое правило. Всё это регистрируется на видео. Главное, конечно, видео одно, но главная запись беседы, которая ложится потом уже в материал проверки, который проходит и используется. В дальнейших процессуальных действиях на всех его этапах используется следователями, экспертами при назначении экспертиз, ну и другими участниками, защитниками. Получается, уже больше ребёнка никто не травмирует, не возвращается к той плохой ситуации, негативной, которая произошла с этим ребёнком, или он был свидетелем той ситуации плохой. Это очень большой плюс. Используется вот этот опрос, и больше никто не возвращается к этой теме. Во время опроса в дружественной детям комнате присутствует только судебный эксперт-психолог и ребёнок. Их общение ничем не напоминает допрос. Оно начинается со знакомством. Никаких белых халатов. Бывает, что в силу возраста или особенностей психического развития, некоторым детям тяжело говорить из-за переживаний, или не удаётся преодолеть смущение, обсуждая интимные подробности. Сложно сказать, можно нарисовать, написать, показать на игрушке. С детьми работать несложно. Главное – установить контакт, настроить ребёнка на диалог с психологом, подобрать правильные слова, правильно построить диалог с ребёнком, чтобы получить наиболее полную, наиболее точную информацию. Мы проводим непосредственно опрос ребёнка. Но опрос строится по определённому алгоритму. Для начала мы должны установить контакт с ребёнком, определить его права, чтобы ребёнок понимал, что он в любой момент может замолчать или отказаться от продолжения беседы, если он чувствует себя плохо или некомфортно. После этого мы приступаем к опросу непосредственно по интересующей следствии теме. За первое полугодие текущего года в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведено свыше 30 судебных психолого-психиатрических экспертиз по категориям дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.